проект академика снова с вами и я андрей жара к нам приходит много вопросов и самый популярный из них с чего начать учиться живописи рисунку вообще искусство вопрос довольно сложный и неоднозначный потому что у всех людей разные условия во-первых где человек живет до если возможность посещать какие-то учебные заведения сколько человеку лет потому что ну часто искусство начинают заниматься довольно зрелом возрасте и это нормально если есть такая потребность этим нужно заниматься но естественно что в 40 лет в 30 лет уже никто в художественную школу не пойдет однако есть во многих городах студии для взрослых людей например такая есть такие рисовальные классы при академии художеств туда ходят люди с нулевым с нулевой базы подготовки и рисуют там профессиональные преподаватели учат и все такое я думаю что нужно в первую очередь пойти по этому направлению но если допустим у вас нету таких мощных учебных заведений ну не развита эта деятельность то можно попробовать найти местных художников которые возьмутся с вами работать с вами заниматься один из вариантов ну и собственно есть еще вариант заниматься самостоятельно с помощью видео уроков которые мы предоставляем или какие-то другие организации сейчас очень много снимается подобных роликов уроков вот пробовать самому читать литературу ну в общем как-то как-то набирать наверное информацию из всех источников ее суммировать анализировать думать что подходит конкретно вам потому что опять же вопрос то абстрактный и я не понимаю с кем я сейчас разговариваю вот если допустим человек хочет научиться рисовать чтобы делать тату да это один уровень мастерства рисования кто-то балдеет от аниме это опять же другая стилистика там нужны немножко другие навыки для этого наверное не обязательно рисовать какие-то академические постановки гипс там натюрморта и так далее а кто-то возможно хочет заниматься классической живописью классическим рисунком вот в любом случае мой совет таков нужно пробовать не нужно бояться думать заранее что это сложно тяжело это не мое это не то есть я это люблю но мне это никогда это мне это не под силу так рассуждать нельзя я считаю что если есть любовь к этому делу если есть тяга к этому делу нужно обязательно пробовать и пробовать по-разному ну и как мы все говорим количество переходит в качество рисуйте больше пишите больше смотрите больше чужие картины чужие работы ходить по музеям насмотренность так называемая для художника это очень важно ну вот наверное такие советы не знаю помогли ли они вам надеюсь что помогли ну если хотите я тоже попробую ответить на этот самый популярный вопрос с чего начинать учиться рисовать во первых желание рисовать как мне кажется если вам хочется в любом возрасте никогда не поздно я глубоко убеждена в том что можно и зайца научить курить но при одном условии что зайц этого хочет и вот андрей абсолютно правильно сказал все зависит от того чего вы хотите добиться если вы хотите добиться каких-то гиперреалистичных вещей начинайте с простых простых форм часто советуют начинать сначала с рисунка потом начинать писать я бы делал это параллельно самая простая форма которая найдется в каждом в каждом доме это обычное куриное яйцо но это с точки зрения именно студии там отрабатывается светотень отрабатывается штрих а как узнать что такое светотень что такое штрих какой штрих правильный какой неправильный вообще что такое правильное в искусстве по моему это вообще нонсенс главное ничего не бояться на мой взгляд яйцо хороший предмет для начала но пробуйте сразу его и рисовать и писать пользоваться многие советуют пользоваться литературой видите ли художники вообще существа которые больше пишут картины чем тексты со связанной речью у них обычно возникают проблемы поэтому ну не знаю мне лично не встречались хорошие книжки как научиться рисовать вот честно скажу не встречались я много их читала студенты часто задают подобные вопросы просматривала я человек консервативный и верю наверное в передачу знаний от учителя к ученику я как-то мне кажется что вот эти обмены энергиями какие-то обмены мыслями на тонких планах уровнях они гораздо важнее если учитесь классики начинайте с яйца с простых форм с цилиндров но не только рисуйте но и пишите начать вообще лучше всего с набора информации смотрите искусство научитесь понимать что такое искусство а что не искусство подумайте к чему вас тянет то ли это популярное искусство то ли это какой-то артхаус интеллектуальный сюрреализм лето или еще что-то ищите ответы внутри себя и тогда вы найдете поймете с чего и как вам идти потому что дорога начинается с вас а заканчивается всегда зеркалом учиться рисовать это учиться ремеслу учиться рисовать учиться писать знаете есть такая притча очень смешная плотник говорит со своим учеником вот тебе дощечка сделай из нее полочку очень и говорит деду нишка как сделать то ну говорит берешь сначала рубаночек потом фуганочек потом шкурочку вот тебе полочка получается потом придет деду нишка возьмет топорик и все подправит вот примерно также с любым ремеслом всегда найдется кто-то кто владеет ремеслом лучше как с вашей точки зрения но количество упражнений да когда мы занимаемся спортом мы повторяем одно и то же упражнение много раз и в итоге добиваемся успеха точно когда мы занимаемся музыкой мы начинаем играть гаммы разрабатываем пальцы все точно также и здесь с учением рисовать это была я участник проекта академика анна карпова